Ожидая команду «Поехали!» солдаты российской армии уже на готове в кабинах своих танков, которые пройдут по площади Куйбышева и дальше по улице Молодогвардейская 9 мая. С таким танком страна может спать спокойно. Танк очень быстрый, маневренный, хорошая броня, просто управление. Сейчас заканчивают собирать трибуны для зрителей и проводят инструктаж с охраной и народными дружинниками. А также с волонтерами, которые будут помогать гостям на праздновании Дня Победы. Мы должны рассаживать людей по трибунам, оказывать им, естественно, посильную помощь в определении, где их место. Также мы должны помочь ветеранам или потерявшимся людям найти свои места, помочь им сесть также. И, в принципе, если кому-то станет плохо, конечно же, направить их к врачам. Парад Победы репетирует во всех городах. На Красной площади в столице москвичи знакомятся с новейшим танком «Армата». Большинству зрителей, конечно, хочется посмотреть именно на военную технику, мощь и гордость страны. Самое интересное, это все-таки историческая часть, когда мы можем наблюдать именно те танки, те единицы, которые воевали именно в 41-45 году. И когда мы смотрим на ветеранов, когда они видят именно те машины, на которые проезжают, у них бегут слезы, они это все вспоминают и мурашки по телу. Завершаются последние приготовления к грандиозному празднику, который пройдет в Самаре 9 мая. Великий День Победы будут отмечать с размахом. В этом году площадь Куйбышева может вместить рекордное количество зрителей. 30 тысяч человек смогут полюбоваться парадом военной техники и не только. Марьяна Мирная, Павел Пресняков. События.